Эна врач-стрициолог, эксперт по биологически активным добавкам в корпорации Siberian Wellness. И сегодня мы с вами говорим о новинке. Я вам даже покажу, потому что я ее буквально вчера себе прикупила. Это биодоступный куркумин. Вот этот новый продукт, 30 капсул, 750 рублей. И про куркумин много противоречивой информации, хочу сказать. С одной стороны, его возводят в ранг чуть ли не панацеи. С другой стороны, есть много опровергающих статей в интернете, говорящих о том, что куркумин – это просто плацебо, он не работает. Но если бы он не работал, дорогие друзья, я думаю, что не было бы столь много тысячелетней истории его применения. в практике, особенно в аюрведической практике. И, наверное, здесь есть какие-то подводные камни, которые позволяют хейтерам куркумина говорить о том, что куркумин не работает. И вот мы сейчас с вами попробуем в этом во всем разобраться. И давайте начнем с того, что куркума – это индийская специя, которая произрастает в странах Азии, Юго-Восточной Азии и Индии. И в аюрведической практике, я уже сказала, очень широко применяется. Даже скажу больше, индусы употребляют в пищу до тысячи миллиграмм куркумы в день. В растении используется корень, и его еще называют желтым имбирем, потому что растение относится к разряду имбирных. Часто используется в пищевой промышленности краситель куркумин под аббревиатурой Е100. И там куркумин синтетический, но от этого его свойства не хуже, а может быть даже где-то и безопаснее. Почему? Потому что порошок куркумы может содержать примеси солей тяжелых металлов, которые содержатся в почвах. И часто там, может быть, и свинец находят и так далее. А вот синтетический куркумин, он практически безвреден, безопасен, и он абсолютно не содержит никаких, естественно, вредоносных примесей. В Индии используют куркуму как противовоспалительное. В первую очередь средство. В частности, его используют даже в местном применении, то есть там в виде примочек на раны, как рано заживляющее. Хорошо его используют порошок куркумы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В частности, при такой проблеме, как метеоризм, то есть вздутие. Потому что у куркумы есть хорошее ветрогонное действие, то есть именно уменьшать газообразование. По куркуме сегодня насчитывается более 9 тысяч научных исследований, которые, в общем, с 1990 года проходили. То есть это достаточно большая база. Но почему хейтеры ругаются по поводу куркумы? Считают, что некоторые исследования не совсем можно считать достоверными. Где-то, может быть, они не совсем правильно проводились и так далее. То есть тут есть разные такие моменты. Но, тем не менее, практикующие врачи, натуропаты, аюрведической медицины, нутрициологи, широко и врачи продвинутые, в том числе и онкологи, кстати говоря, продвинутые, уже начинают использовать куркумин в своей практике и, в принципе, получают очень хороший результат. Были получены положительные результаты по клиническим исследованиям при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. У куркумина и производных куркумина есть много свойств положительных, в частности, гепатопротекторная защитная на печень, защитное действие на желудочно-кишечный тракт и ветрогонное, как я уже сказала, мощное нейропротекторное действие на нервную систему. Безусловно, куркума обладает выраженными антиоксидантными свойствами. Она является как ловушкой свободных радикалов, так и способствует торможению процессов перекисного окисления липидов в мембранах клеток и активирует многие ферменты антиоксидантной защиты. Кроме того, у куркумы и куркумина выявлены антиканцерогенные свойства, об этом чуть позже и поподробнее расскажу, но, как я уже сказала, противовоспалительные и противомикробные, то есть и противовирусные и противобактериальные свойства в том числе. Что касается противоопухолевого действия куркумы и куркуминоидов, Во-первых, нужно сказать, что было замечено, что куркуминоиды являются очень хорошими химиосенсибилизаторами. Сейчас переведу на русский язык. То есть на модели колоректальных раковых клеток было выявлено, что эти клетки, обработанные куркумином, повышают чувствительность к химиотерапии. То есть они становятся более чувствительными к химиотерапевтическому воздействию. Плюс ко всему, куркумин и куркуминоиды способствуют повышению синтеза глютатиона, а это очень мощный антиоксидант и очень мощный детоксикатор. Поэтому в свое время, когда-то в каком-то там аюрведическом магазине мне сказали, куркума чистит кровь. И я никак не могла понять, перевести вот эту фразу на свой медицинский язык. Что значит чистить кровь? А дело в том, что куркума является хорошим детоксикатором. Во-первых, она может активировать определенные фазы детоксикации нашего организма. Это раз. Во-вторых, куркума является хилатором соли тяжелых металлов. То есть ряд металлов она хилатирует, то есть связывает и таким образом не дает токсически влиять этим металлам на наши ткани и органы. В-третьих, куркума является активатором глютатиона. И, соответственно, тоже вот через эти пути она обладает вот этим свойством, как говорится, чистить кровь. Большую роль в противовоспалительном действии куркумы и куркуминоидов играют, так называемая ее способность снижать продукцию СОК-2. Вот СОК-2 это воспалительный агент, который синтезируется внутри нашего организма и который практически запускает вот это колесо воспаления. У куркумы замечены свойства тормозить не только рост ряда опухолей, но и предотвращать метастазирование этих опухолей, влиять на размножение, на дифференцировку раковых клеток. За счет еще одного механизма, за счет активации апоптоза раковых клеток. Апоптоз это запрограммированное самоубийство. Вообще в биологии этот процесс очень важен, потому что многие наши клетки в течение жизни повреждаются. Накапливают различное количество мутаций и когда клетка накапливает какое-то критическое количество мутаций, она может переродиться. И так вот, включаются вот эти механизмы апоптозы для того, чтобы уничтожить вот эту изменившуюся клетку и не дать ей превратиться в раковую. Более того, если она уже превратилась в раковую, то включаются опять же механизмы вот этого запрограммированного самоубийства. И клетка в буквальном смысле распадается на запчасти. А потом наши иммунные клетки растаскивают вот эти кусочки части этой клетки, эти запчасти для построения других структур в нашем организме. Вот это называется апоптоз. Так вот, выявлено, что куркума, она стимулирует процессы вот этого апоптоза именно в раковых клетках особенно. Вот что касается противовоспалительного аспекта куркумы, то здесь ее эффект очень значим и важен при таких состояниях, как болезнь крона, серьезное заболевание воспалительное кишечника и неспецифический язвенный колит. Также было отмечено, что противовоспалительный эффект куркума может проявлять при заболеваниях кожи, в частности псориаз, атопический дерматит, при ревматоидном артрите. Потому что вот у всех этих заболеваний есть единое патогенетическое аутоиммунное звено. И вот здесь вот как раз на это звено может оказывать влияние куркумин. Еще одно свойство куркумина, он благоприятно работает на обменные процессы при метаболическом синдроме. При сахарном диабете какие именно эффекты наблюдаются благодаря куркумину? Во-первых, благоприятное влияние на липидный спектр крови, это раз, на уменьшение процессов воспаления. При метаболическом синдроме жировая ткань, особенно вот этот белый жир, он является таким провоспалительным субстратом, в котором, в общем-то, воспаление начинает себя проявлять более активно. И вот как раз эти процессы тормозятся с помощью использования куркумина. Плюс ко всему повышается чувствительность рецепторов к инсулину, соответственно, снижается сахар крови. Это что касается сахарного диабета второго типа. Плюс ко всему было выявлено положительное влияние куркумина при остеоартрозе, когда болят колени, суставы и так далее, позвоночник. И в данном случае тоже наблюдалось снижение показателей воспаления. Даже проводились такие исследования, в которых сравнивалось действие куркумина с деклофенаком. И оказалось, что эффекты, которые наблюдались от деклофенака на 14-28 день приема, они были абсолютно аналогичны противовоспалительным эффектам куркумина. Использовалась доза 500 мг куркумина и 50 мг деклофенака, сравнивая с вот этой дозировочкой. Вот эти дозы оказались абсолютно идентичны по своему противовоспалительному эффекту. Но при этом, если у деклофенака есть куча побочных эффектов, в том числе у сиязовообразующих действий на слизистую желудка, то у куркумина этих побочных эффектов нет. Более того, куркумина обладает протективным действием на желудок. То есть это исключает необходимость применения, например, таких препаратов, как типа Амеза. Вот слышали, да, Амез, там еще другие препараты назначают обычно, когда человек принимает анистероидные противовоспалительные средства, то в данном случае необходимость при куркумине у них отпадает практически. Еще положительные наблюдения были по куркумину при депрессии. Даже при больших депрессивных расстройствах. Явная разница с плацебо наблюдалась на 12-16 неделе. То есть куркумин был более эффективен, чем плацебо. И причем было замечено, что более выраженный эффект при депрессиях наблюдался именно у мужчин, нежели у женщин. Еще одно интересное клиническое наблюдение было это по мужскому бесплодию. В дозе 80 мг в сутки использовался куркумин. Плацебо-контролируемое исследование в течение 10 недель наблюдалось и увеличение концентрации сперматозоидов в якуляте у мужчин, и подвижность сперматозоидов повышалась. Что касается мужчин, то вот именно фертильность мужчин куркумин повышает, а вот у женщин исторически куркуму использовали в индийской практике в качестве контрацептива. Тут понятно, что надо понимать, какие дозировки нужны. Здесь я не могу вам ничего точно сказать. Но во всяком случае, есть зато наблюдение при синдроме поликистозных яичников и использовании куркумина. В течение 12 недель по 500 мг куркумина по сравнению с плацебо наблюдалась положительная динамика в уменьшении лишнего веса, снижении индекса массы тела, снижении уровня глюкозы, улучшался липидный профиль и повышалась чувствительность к инсулину. Вот это вот женщин с СПКИА использовали. А, тут, кстати, 500 мг 3 раза в день применялось. Еще одно свойство – это кардиопротекция, то есть это защита сердечно-сосудистой системы за счет снижения, конечно же, оксидативного стресса, то есть свободно-радикального окисления, за счет улучшения работы митохондрии. Митохондрии – это наши мини-электростанции, которые генерят энергию внутри наших клеток. Так вот, улучшается биосинтез и биогенез митохондрий за счет применения куркумина. Снижаются воспалительные процессы, а вы знаете, что воспаление сосудистой стенки является основополагающим звеном в развитии атеросклероза сосудов. Уменьшаются атерогенные факторы, снижается адгезия, то есть прилипание макрофагов к эндотелию. Эндотели – это внутренняя выстилка сосудов. За счет этого уменьшается образование атеросклеротических бляшек, если говорить по-простому. При инфаркте миокарда использование куркумина уменьшало зону ишемического повреждения миокарда. И использование куркумина позволяло формировать нормальный, невоспаленный, не сверхизбыточный рубец на сердечной мышце. Благоприятно куркумин действует и на уровне артериального давления, причем преимущественно на уровень систолического артериального давления. То есть систолическое – это верхнее артериальное давление. Вот на этот уровень он более адекватно, положительно влияет. На ЖКТ, я уже сказала, снижает воспаление, снижает повреждения слизистых при рефлексу, зафагитах. То есть это когда идет заброс желудочного содержимого в пищевод и идет раздражение. В пищеводе есть такое даже еще понятие, как пищевод барета. Так вот куркумин здесь тоже оказывает благоприятное влияние. В некоторых исследованиях говорится о том, что куркумин может оказывать тормозящие действия на развитие хеликобактер пилори, основной причиной язвенной болезни. При синдроме раздраженной кишки, СРК, так называемого, достаточно сложное состояние, которое достаточно трудно поддается коррекции. Синдром раздраженного кишечника может проявляться как запорами, так и поносами, бурлениями, урчаниями, несварениями, очень неприятными ощущениями. Люди от этого мучаются. Прямо вот у них и настроение сильно меняется, да, и психический статус даже может меняться. Так вот, тоже в течение восьми недель применения куркумина значительно облегчало состояние пресс-СРК, уменьшало газообразование и все неприятные ощущения. Ну и понятно, что еще одно свойство это нейропротекция, уменьшает действие нейродегенеративных факторов на нервную систему, тормозит старение мозга, может оказывать профилактическое действие на развитие болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона. Здесь тоже еще имеет значение именно то, что куркумин является хилатором металлов. Кто еще не знает, да, вот, например, дефицит железа в нашем организме может приводить к повышенному риску развития болезни Альцгеймера. Почему? Потому что у нас в мозгах, в мозговых клетках железо может замещаться другими металлами. Если железа не хватает, то святое место пусто не бывает, поэтому железо может замениться свинцом или алюминием. И вот когда свинец или алюминий встраиваются в определенные структуры мозга вместо железа, то, соответственно, это может приводить к нейродегенеративным процессам. Так вот, поскольку куркума является своего рода хилатором, да, солей тяжелых металлов, в том числе и алюминий свинца в первую очередь, да, то в этом смысле она может благоприятно влиять на профилактику нейродегенерации. Что касается антибактериальных и противовирусных свойств куркумы, оказывает влияние на такие бактерии, как стриптококи, стафилококи, эшерихи, клепсиалы, энтерококи и многие другие микроорганизмы. Плюс ко всему обладает и противовирусным действием, то есть противовирусный эффект куркумы проявляется в том, что она тормозит репликацию вируса. То есть репликация это размножение вируса. А именно куркума оказывает влияние на механизмы сборки вирусных частиц. Ну вот представьте, сколько эффектов по куркуме было заявлено вот в этих 9000 клинических, доклинических исследований, опубликованных начиная с 1990 года. Соответственно, безусловно, куркума, ну в общем-то, очень такой агент пищевой, который, в общем, вселяет большие нам надежды в плане использования. Но почему все-таки хейтеры куркумы и куркуминов говорят, что куркума не работает? Дело в том, что у куркумы, как таковое, порошка куркумы, очень низкая биодоступность. То есть биодоступность составляет порядка 1% всего лишь. То есть это практически никакая. По некоторым данным, вот сколько куркумы высхели, вот столько же может и вывестись, ну примерно 85% ее выводится. То есть в неизмененном виде. То есть она никак в метаболизме по логике вещей не участвует. И для того, чтобы куркума стала более биодоступной, и чтобы она включалась в метаболические процессы нашего организма, используются различные методики повышения ее биодоступности. В частности, есть экстракт черного перца, который уже доказано повышает биодоступность куркумы. И вот в составе с экстрактом черного перца куркума у нас есть, знаете, в каком напитке? Который называется антиоксидантный бустер. И вот в нем как раз там есть еще и экстракт черного перца. За счет этого биодоступность куркумы выше. Но там нет стандартизации в этом напитке. Ну как бы напиток не подразумевает стандартизацию. А вот что касается биодоступного куркумина, то вот здесь вот особая форма куркумы. И называется она достаточно сложно. Это тетрагидрокуркуминоиды. Вот причем 95% концентрации. Так вот оказывается, вот эти самые тетрагидрокуркуминоиды, это метаболиты куркумы, активные метаболиты куркумы. Они обладают очень высокой достаточно биодоступностью. И при этом обладают очень высокой биологической активностью в нашем организме. То есть практически мы можем говорить о том, что те эффекты, о которых я сейчас проговорила, они могут проявиться при использовании нашего биодоступного куркумина. Откуда же он взялся, вот такой биодоступный куркумин? Это запатентованная торговая марка куркумин C3 Redact индийской компании Sabinza. Sabinza это индийская компания, которая является ведущим мировым новатором в области производства пищевых добавок именно с куркумином. И не случайно это Индия, потому что именно индусы в аюрведической практике тысячелетиями применяли куркуму. И сам Бог велел заниматься разработкой куркуминоидных композиций именно индусам. Особенность вот этой формулы в том, что она усиливает противовоспалительную и антиоксидантную активность куркумина. Имеет максимальную биодоступность и еще одна особенность именно тетрагидрокуркуминоидов вот в нашем биодоступном куркумине, что они целенаправленно еще более акцентированно работают как нейропротекторные компоненты. Защитить мозг от различных негативных факторов помогают, короче говоря. По сути дела мы сегодня имеем самый передовой биодоступный экстракт куркумина в мире, вот в этой вот коробочке. Что она делает? Снижает уровень воспаления, как уже сказала, обеспечивает антиоксидантную защиту, способствует улучшению работы и восстановлению клеток печени. Я еще не забыла сказать, что гепатопротекторный эффект, да? Снижает уровень холестерина и атерогенных липидов в крови, помогает снизить уровень глюкозы при диабете и инсулинорезистентности, обладает нейропротективным действием, защищая мозг от нейродегенеративных заболеваний, способствует улучшению пищеварения, снижает вздутие и раздражение кишечника и проявляет противораковые свойства. Вот я, по сути дела, обобщила те эффекты куркумина, о которых я сегодня говорила, и все это в биодоступном куркумине. 30 капсул, в одной капсуле 50 миллиграмм. Много это или мало? В клинических исследованиях применялись дозировки по 500 миллиграмм, по 1000 миллиграмм. Сухой порошок куркумина было доказано, что в дозе 8 грамм в сутки не оказывало токсического воздействия на организм. То есть дозы-то, в общем, большие, существенно больше, чем здесь 50 миллиграмм. Но надо понимать, что там мы используем просто куркуму, безо всяких увеличителей ее биодоступности. А здесь у нас в чистом виде биодоступный куркумин 95% концентрации. Поэтому доза в 50 миллиграмм это достаточно хорошая, эффективная дозировка, я считаю, профилактическая. И, в принципе, можно рекомендовать применять ее, эту формулу. Всем, кто хочет продлить свою молодость и красоту и получить анти-ейдж эффект. Всем, кто имеет эмоциональные, физические перегрузки. Кому нужна поддержка иммунитета и повышение защитных сил организма. Для тех, кому нужно стимулировать различные детокс-процессы в организме. И применять рекомендуется по одной капсуле в день во время еды. Вот здесь тоже есть еще такая интересная особенность. В некоторых исследованиях было замечено, что куркума натощак может раздражать желудок. Поэтому ее рекомендуется применять во время еды. Продолжительность приема рекомендуется у нас на сайте 1 месяц. Но при необходимости прием можно повторить. То есть, в принципе, ее можно использовать в качестве постоянного донатора. Постоянно донаться к нашему рациону. И ограничивать с одним месяцем совершенно не обязательно. Вообще, если куркума имеет желтый цвет, то тетрагидрокуркуминоль – это порошок белого цвета. Я тут про него читала. И вот выяснила, что его, оказывается, еще используют не только в качестве биологически активных добавок, но и используют в качестве косметического средства, как очень мощное отбеливающее средство при пигментации. При этом еще это средство прекрасно защищает кожу от негативного воздействия свободных радикалов. Вот то, что я вам хотела сегодня рассказать об этом продукте. 750 рублей на месячный курс. И, кстати сказать, я нашла аналог, скажем так, этому продукту. Именно вот с этой торговой маркой C3 Redact Curcumin. Этот препарат, забыла, как название, ну, по сути, это индийская компания, как раз, которая его производит. Он стоит 60 капсул, там, правда, доза 200 миллиграмм получается. Он стоит около 3000 рублей. То есть в разных источниках я видела около 3000, и 300, и 3200 на разных сайтах цена этого препарата. Забыла, как название сказать, не могу сейчас. Вот, но хочу сказать только одно, что если пересчитать на дозу нашего гликумина с той дозой и с тем количеством капсул, да, то, соответственно, мы получаем примерно ту же самую цену. Одинаково. Но если еще и учитывать, что у нас есть кэшбэки, кэшбэк 15-25%, то, соответственно, естественно, выгодно покупать наш куркумин. Если у вас остались еще какие-то вопросики, пожалуйста, поднимайте руки по теме сегодняшнего эфира. Евгения Кенельская. Говорите, Евгения. Елена Алексеевна, добрый вечер. Каждый понедельник я к вам с вопросом. Спасибо. У меня, знаете, какой вопрос здесь у клиентки возник. У нее герб, который появляется кашлем. Вот она, наслушавшись моих прекрасных рассказей про куркумин, как раз нашу новинку, она у меня спрашивает, а может быть, он мне показан, может быть, он мне поможет. Она принимала ингибиторы протонной помпы, и они ей помогли. Но она сейчас их как бы отменила, и ситуация опять возобновилась. То есть опять кашливые забросы происходят. Судя по показаниям, куркумин может помочь в уменьшении воспаления в пищеводе из-за забросов. Сами забросы, я не думаю, что куркумин каким-то образом на них может повлиять, да. Но вот на воспалительный компонент, как следствие этих забросов, да. Понятно? То есть можно попробовать. Вот в той дозировке, которую компания рекомендует. По капсуле один раз в сутки. Да, да. В принципе, я думаю, что можно даже в ее ситуации применить и по две капсулы. Но не в один прием лучше, лучше в два приема. То есть по капсуле два раза в день. Такой вариант тоже у вас нужен. Спасибо большое. Так, Оксана Лейпес. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Инсулинорезистентность. Подросток 16 лет. Принимаем глюкобокс, пик, хромлипаза. Куркумин ему тоже нужно будет принимать? Я вот сейчас у вас услышала, правильно? Да, да, почему нет? Конечно, его можно добавить в вашей программе. Ну, добавьте пока одну капсулу. Пока одну капсулу достаточно. Одна капсула. И на протяжении можно двух месяцев пить, да, его? И можно и больше. Можно вообще на протяжении трех-четырех месяцев. Вообще вот все клинические испытания, это как минимум 12 дней. То есть вот чтобы получить устойчивый результат, надо, ну, не меньше трех месяцев пропить. Все, поняла. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Наталья Назарова. Елена Алексеевна, скажите, пожалуйста, у меня немножечко другого направления. Надо срочно решить вопрос и не с кем посоветовать. Скажите, пожалуйста, мальчик 16 лет, носовое кровотечение очень часто, особенно в такой вот погоду, что можно посоветовать? Витамин С и рутин можно ему пропивать? Можно. Больше пока не надо ничего, да, такого? Ну, вообще я всегда советую в этих ситуациях, когда носовые кровотечения, обязательно все-таки пройти обследование у лор-врача. Почему? Потому что иногда носовые кровотечения могут быть связаны с какой-нибудь сосудистой станией, в лучшем случае, да, и с хрупкостью сосудов. А иногда это могут быть более серьезные состояния, как, например, гемангиомы, которые находятся в области носовых ходов, да, или, не дай, какие-то опухоли. Поэтому в любом случае эти вот серьезные вещи надо в первую очередь исключить. А вот скажите еще, пожалуйста, у мужчины и глаукома на одном глазу, и на другом, что там еще, катаракта, стоит ему рекомендовать нашу продукцию, вот, нейровижен? Конечно, стоит. Все эти продукты обладают профилактическим действием. То есть мы не можем просто говорить о том, что глаукома катаракта пройдет после применения наших глазных форм. Но, по крайней мере, притормозит прогрессию процесса, улучшит метаболизм тканей глаза, что тоже немаловажно при таких заболеваниях глаз. Поэтому в любом случае показания есть для применения. А вот можно еще один вопросик маленький? Значит, нарушение менструального цикла. Девушка молодая, 20 там немножечко еще. А что вот можно посоветовать ей? Ну, я бы начала с очищения организма, в первую очередь. Может быть, в некоторых случаях даже есть смысл пропить еще и три гельма. Потому что у нас есть отзывы, когда именно после антипаразитарной программы восстанавливался менструальный цикл. И дальше витаминно-минеральная поддержка и витамин Е, в первую очередь. То, что содержит витамин Е, это масло барага амаранда. Вот, его можно добавлять в программу. Они влияют на выработку гормонов женской половой сферы, в том числе, благотворно регулируют их образование и так далее. И ПАМ-24, безусловно. Ну и, в общем, просто поливитамины с микроэлементами, они все показаны, конечно. Спасибо большое вам. Ирина Богданова. Да, Елена, скажите, пожалуйста, если уже человек пожилой, 72 года, болезнь Альцгеймера, если принимать куркумин, то, наверное, доза нужна, ну, хотя бы утро-вечер или все-таки по одной капсуле? Ну, во всяком случае, вы точно не навредите, если вы увеличите дозировку. Я единственное, что не могу вам обещать, что куда-то денется Альцгеймер. Но, возможно, это в какой-то степени замедлит прогрессию процесса. Ну, что здесь Альцгеймер не денется, это понятно никуда, но хотя бы, да, замедлите, ну, возможно, как-то все-таки, ну, пооживить маленько человеку состояние. Да. Хорошо, спасибо. Ну, да, можно, можно. Спасибо. Зубира. Ну, добрый вечер. Вот вы сказали, что куркумин влияет на пигментацию, а именно сибирское здоровье куркумин влияет, или вы говорили про белый куркумин? Я говорила о применении его в наружном средстве, косметическом, да, там он, да, влияет на пигментацию. Если применять его, он... Спасибо. Так, ну, вот, пожалуй, я вам сегодня ответила на все ваши вопросы. Всего вам доброго.